В тяжелые времена важно поддерживать своих близких и товарищей. Этому правилу беспрекословно следуют члены регионального мотоклуба «Ночные волки». Байкеры собрали гуманитарный груз для своих товарищей и отправили на Донбасс. Мы сегодня отправляем очнередную гуманитарную помощь. Я бы сказал, такая она знаковая. Она идет именно адресно в интернациональный отряд в Пятнашку, где сейчас на боевом посту находятся наши «Ночные волки». В кузове автомобиля только самое необходимое. Термобелье, ночные бинокли, квадрокоптеры, продукты питания, аккумуляторы – все, как и заказывали товарищи. Не обошлось и без писем поддержки от ульяновских детей. Они достанутся случайным солдатам. Это письма наших детишек. У нас большая стопка. Это наши детишки из разных городов пишут пожелания. Нашим солдатам, которые сейчас находятся там. Видите, какой момент. Здесь же наше единение заключается в том, что все поколение, понимая ситуацию сегодняшнюю, пытается всеми силами поддержать наших солдат. Чтобы все было хорошо. Правила у своих «не бросаем» сейчас придерживаются все неравнодушные. По именному батальону «Симбирск» собрали 20 тонн гуманитарной помощи. Груз отправился от городской думы. Ульяновские бойцы получат около 100 позиций помощи, в том числе 35 спальных мешков, которые были куплены благодаря сбору макулатуры учениками первой гимназии. В этот раз мы по заявке батальона «Симбирск» работали. Работали вместе с волонтерской группой «За Симбирск». Это семьи участников СВО. Конечно, депутаты городской думы сами вносили и оборудование, и средства. Существлялись закупки. Помогали неравнодушные предприниматели. 10 районов Ульяновской области именные посылки для бойцов подготовили. И тоже это обязательно будет доставлено. Жены бойцов рассказывают, что гуманитарный груз приходит регулярно, а пожелания их мужей учитываются. Ребята оставляют свои пожелания, которые обязательно учитываются, обговариваются в группе, совещаются с женами. Кто-то покупает за свой счет. Очень много помогает жителям города. Помогает администрация, дума. Ну, помогаем всем миром. Сначала специальной военной операции регион собрал и отправил более 700 тонн гуманитарной помощи. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.